Отличный день У этого мне не нравится обложка Это слишком боевик Это я смотрела, а это смотрел он В смысле? Стала выяснять, кто эта баба Он сказал, что смотрела его с другом Позвонила другу Он подтвердил Ладно, живи Продолжили выбирать фильм Спустя очень много времени Наконец выбрали Включили Поняла, что хочу в туалет Решила принести вкусняшек Забыла попкорн Сходила за пледом Принесла собак Че они там лежат одни? Снова захотела в туалет Теперь я готова Продолжили смотреть фильм Стала задавать вопросы Зачем он это сделал? Блин, а кто это вообще? Хочу его сестра, что ли? Ну, а я тоже хочу в Париж съездить Муж психанул Сказал, что со мной невозможно смотреть кино Я расплакала Сказала, что он меня просто не любит Короче говоря Обожаю мелодрамы Здарова Я просто обожаю всякие поговорки Крылатые выражения Которыми апеллируют в обыденной жизни Чем меньше женщину мы любим Тем больше нравимся мы ей Давайте не забывать Что сказал ее Онегин А человек он был так себе И кончилось все Так себе Не работает ни хрена это выражение Выше головы не прыгнешь Факт у это выражение Заставляет вас думать заведомо хуже О ваших возможностях и потенциале А чтобы узнать Каков ваш потенциал на самом деле Попробуйте прыгнуть выше головы Господи, я не умею подмигивать Собаки лают, караваны йор Поговорка-то хорошая Только большинство ее используют Как оправдание своим тупым поступкам Которые встречаются множественной критикой Как говорила моя учительница Если вы считаете всех вокруг говном То задумайтесь Может, не пахнет та от вас? Ну и последнее Когда на ваше вежливое спасибо Вам отвечаю Спасибо в карман не положишь В смысле? Еще как положишь? До 31 марта на Алиэкспресс распродажи И при покупке всего от 1 рубля Получаешь набор купонов на 36 долларов Также каждую неделю Среди совершивших покупки Проводятся розык Автомобиля Годового запаса бензина И кругосветного путешествия Положи спасибо себе в карман Короче говоря Прокрастинация У меня была куча дел А я опять проспала до обеда Ладно, сейчас быстренько поем Из-за дела Приготовила завтрак Зашла на минутку в инстаграм Смешная картинка Отправила подруге Фига она поправилась Написала коммент с левого аккаунта Интересно, откуда это платье? О, щеночек Поняла, что прошел час Надо доделать важный проект На столе был легкий беспорядок Сначала решила убраться Наткнулась на джойстик Решила немного поиграть Прошло 2 часа Блин, доделать важный проект Но сначала перекушу Села есть Включила ютуб Очнулась, когда смотрела уже 10-й непонятный видос Надо доделать проект Позвонила подруга Я сказала, что абсолютно не занята Проболтали целый час Наконец села доделывать проект Открыла ноутбук Залипла в интернете Вырубил все свет Вспомнила, что забыла оплатить ЖКХ Нашла квитанцию Отплатила Вернули свет И даже не пришлось идти в банк С чувством выполненного долга Легла отдохнуть Поняла, что опять ничего не сделала Короче говоря, завтра точно все сделаю Но хоть свет вернули Здорово Мне тут исполнилось 27 лет Это как 30, но на 3 года меньше И цифра в принципе не имеет значения Но ты понимаешь, что начинаешь стареть Когда в твоей жизни появляется эта фраза А вот раньше было лучше Все поздравляю, ты официально старый И после каждой такой фразы у тебя как будто появляется по ментальной морщинке Вот кино раньше лучше было И попкорм вкуснее И люди как-то раньше добрее были Смотри, куда прешь Так, о чем это я? А, точно, раньше как-то добрее было А молодежь, что сейчас слушают, вот раньше музыка была Газировка раньше вкуснее была Ага, и видео у тебя тоже раньше лучше были Хочешь мороженое? Нет Правильно, потому что раньше оно вкуснее было Да и мужчины раньше лучше ухаживали Единственное, что остается неизменным Моя любовь пожрать? Блин, ну вообще да А также роял бургер с большим и сочным бештексом в Макдоналдс А все остальное пусть меняется на здоровье Был чудесный день, светило солнышко Я была в отличном настроении Ведь скоро у меня день рождения А значит я стану еще на один год ближе к смерти Пала в легкую депрессию Как? Как такое могло произойти? Ведь совсем недавно мне только исполнилось 20 Возьми себя в руки, ведь ты уже взрослая Вроде отпустила Решила написать список своих достижений Сравнилась со статьей достижения к 30 из интернета Оказалось, что выйти замуж не является достижением Успокоила себя, что до 30 еще куча времени Но часики-то тикают Снова впала в депрессию Решила, что пора признать свой возраст И все-таки сделала маску от морщин И два детских хвостика Как будто это вернет мою молодость Чтобы отвлечься, стала убираться Наткнулась на старые фотоальбомы Вот я в школе, вот в садике Вот я маленькая Господи, я такая пузька Была Решила найти свое выпускное платье Затем киндеры и любимую детскую книгу Вернулся муж Застал меня в шестой маске от морщин В выпускном платье, играющей в киндеры Решил, что у меня начался старческий маразм Короче говоря, не важно, сколько вам лет Главное, как вы себя ощущаете Вуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Но, оказывается, любящая жена счастливого мужа не такая уж и любящая. И, в общем, читая это все, словно самый лютый роман Стивена Кинга, я испытываю только два чувства. Первое, это вселенскую благодарность, что мне достался, видимо, единственный нормальный мужик на земле. Второе, это абсолютное непонимание, зачем вы живете с тем, кого ненавидите. Потому что из тех комментариев просто сочилось желчь и презрение. Привычки это неотъемлемая часть нашей жизни. Но не может он выжить со сложенными в одном месте носками. И от этих привычек практически невозможно избавиться. И вы либо с ними можете мириться, как и он, кстати, с вашими заскоками, либо... Охрена, но вам все это надо? Но, кстати, намеренное испускание газов прилюдно. Об этом было 90% в комментариях. Не является милой привычкой, а является тем, что ты просто гребанная мать твою свинья. Не встречайтесь с свиньями и не беситесь по пустякам. Короче говоря, проголодалась. Заглянула в холодильник, увидела ветчину. Решила сделать салат. В салат шли ананас. Остался сок. Поняла, что выливать жалко. Точно, испеку ананасовый кекс. Так, стоп, а я умею печь? А, ладно, пофигу. Сделала кекс. В него шел только желток. Остался белок. Но не выбрасывать же такой ценный продукт. Точно, сделаю безе. Блин, я чё, реально всё это умею? В безе ушла лимонная кожура. Остался голый лимон. Сделать с ним чай слишком просто. Приготовила заправку для салата. Нарезала салат. Заправила. Осталось пол луковицы. Решила сделать соус для спагетти. Пережарила лук. Добавила половину томатной пасты. Осталась вторая половина. Господи, это никогда не кончится. Решила сварить борщ. Не было капусты. Пошла в магазин. Купила капусту, морковку, сосиски, сыр. Чистящее средство, губки, салфетки. Картошка была по акции. Туалетную бумагу тоже по акции. По дороге домой забрала пальто из химчистки. Купила собачий корм. Зашла в пекарню. Еле допёрла всё домой. Из последних сил сварила борщ. Устала, как собака. Но осталась картошка. Выкинула картошку нахрен. Короче говоря, грёбаный ананасовый сок. Субтитры сделал DimaTorzok